Приветствую вас, София. От вашего вопроса, на мой взгляд, исходит очень сильная такая идея потерянности, идея неуверенности в себе и неопределенности. Я думаю, что это те моменты, на которые вам в первую очередь нужно обратить свое внимание. И определитесь для себя, кто вы, что вы, куда двигаетесь, ради чего движетесь и прочее. Прямо всегда у вас профессия медика, но, извините, работая медиком, вы можете стать врачом. И врачом вряд ли вы станете в силе. По крайней мере, именно станете врачом. С другой стороны, если вы работая медиком, не хотите стать врачом, возникает вопрос, а для чего вы хотите, для чего вообще работаете тогда медиком. Вот. Я думаю, что все в этом проблема, а не в том, что где-то что-то там, как-то и прочее. У молодого человека своя жизнь, у молодого человека свои цели. Он, как видите, совершенно определенно хочет выстраивать, ну, строить свой дом. Это его право и его выбор. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, вам нужно самой определиться с тем, что и как вам делать, как и что, как вам поступать. Вот. Потому как, извините, но, сейчас вы хотите найти решение там, где единственным решением, это... Единственным решением является то, что вам важно, а единственным решением является то, что вам ценно. Вот. Поэтому, говорить о том, как вам поступить. Тогда, вот, нужно сразу определиться с целью, как поступить, чтобы что. Если вы хотите семью, один момент, если вы хотите реализации, другой момент, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А готовы ли вы ради семьи, вот, как бы, переехать в то же село, например, и так далее, да? Почему вы пишете, что молодой человек должен, должен вам что-то посоветовать? То есть, с чего вы решили, что мужчина должен вам что-то советовать? То есть, не очень понятно. Почему вы считаете, что он должен ехать в город? Тоже не очень понятно. Другой важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы для себя рассматриваете отношения на расстоянии. То есть, вы начали отношения на расстоянии. У этого есть своя причина. То есть, вы почему-то начали свои отношения на расстояния. Почему-то. Это как вопрос. Почему? Почему вы начали отношения на расстояние в своём городе? То есть, вы выбираете мужчину, который живет в селе и ждете, требуете от него, то он переехал в город. Странно, если вы хотите в городе, то вам нужен мужчина, который живет в городе. Люди, живущие в селе, далеко не все хотят переезжать в город. Кто-то хочет, кто-то нет. Те, кто хочет переехать, все уже переехали. Остались только те, кто не хочет, как правило. Вот. То есть, видите, здесь опять же, есть какой-то ваш выбор, который привел вас к этой ситуации, и вы теперь эту ситуацию пытаетесь построить под себя, а это так не работает. Вы таким образом избегаете личной ответственности, не принимаете ее, и все выходят из-под контроля. Далее, давая вам чувство тревожности, беззащитности, уязвимости и прочее. Так что, те субъективные моменты, которые привели вас в отношения на расстояние, это, скорее всего, какой-то негативный опыт отношений в реальной жизни. Либо проблемы коммуникации в реальной жизни. Нужно разбирать. Подкорректировать их. Тогда вы станете более свободнее. И уже сможете решать, что же мне делать и как. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Давайте начнем все. Мерие ие chatки. Продолжение следует...